Всем привет! С вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Ну что ж, наступил тот день, когда Stern Pinball и Jersey Jack Pinball выпустили новые пинболы, так уж совпало. И, кстати, сейчас идет Pinball Expo. Это такая, типа, выставка, на которой собираются все участники индустрии, туда приходят любители. Они там играют в пинболы, общаются с геймдизайнерами, автографы, все дела. Там можно записаться на фабрику Stern, на экскурсию, на фабрику Jersey Jack, со Spooky Pinball там пообщаться. Ну, короче, это такая вот комьюнити, в которой все вместе тусуются. И это проходит раз в год. Вот, значит, какие у нас новости? Stern Pinball у нас выпустил Эльвира House of Horror Blood Kiss Edition, и Jersey Jack Pinball выпустил пинбол Элтон Джон. Ну, в принципе, это была не такая уж там и интрига, все уже знали, что вроде как Элтон Джон будет. И да, действительно, вышел Элтон Джон. Вчера из каждого утюга просто летела информация, что Stern Pinball выпустил Blood Kiss Edition, Jersey Jack Pinball выпустил Элтона Джона. И я такой, блин, ну ладно, короче, сорвался, Эльвиру я посмотрел. И я бы ее вам не показывал, потому что, ну, как бы, это уже там пятая или шестая вариация оригинальной Эльвиры. Но она получилась очень классная. Давайте начнем с нее, посмотрим, как выглядит у нас пинбол Эльвира Blood Kiss Edition, и потом посмотрим, как выглядит у нас Элтон Джон. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот такой вот у нас пинбол получился. На самом деле, я его увидел еще вчера, я не удержался и посмотрел. Блин, и выглядит реально круто. Я против того, чтобы выпускали там различные вариации, как бы, дополнительных суперколлекционных изданий. Но это самый лучший вариант, который я видел. Вот черно-красный, он классно выглядит. Еще там, я так понимаю, будет блестящий пигмент использоваться на поле. Выглядит реально клево. То есть, ну вот прямо и наклейки красивые, и отрисовано круто. Но это будет стоить порядка, наверное... Если классическая Эльвира в России будет стоить где-то 1 500-1 600 в премиум издании, то вот такая вот Эльвира будет стоить, наверное, 1 800 что-то в этом диапазоне. Каждый решает сам для себя, типа, ну, что лучше, взять обычную Эльвиру, или вот такую вот в красивом дизайне, хотя их всего будет 500 штук сделано. Вот, может быть, даже и в Россию ни одна и не приедет. Но вы, кстати, можете заказать этот пинбол на сайте pinballdefisrussia.ru. Так что заходите, если вдруг вам он очень понравился и хотите его купить, то заказывайте, мы вам привезем его без проблем. Ну, если они останутся. Если вы, конечно, через 3 месяца скажете, я хочу такую Эльвиру, то не, ребят, так уже не получится. Значит, давайте взглянем на поле, что у него находится. И реально круто выглядит. То есть вот красиво все тут. Прямо такая-то крошка. Вот и даже на наклейках используется. И все вот, ну, круто. Вот визуально очень красивый пинбол. Это лучшая Эльвира, которая была вот сделана. И ручка здесь в виде вот такого вот кинжала классного. И покрашен в черный такой с порошком, с крошечкой, блескучий черный цвет глянцевый. Классно. Ну, вот прям красиво, нравится, нравится. Поле черно-красное. То есть тут прям заморочились и сделали все вот в таком черно-белом-красном стиле. Выглядит прям очень стилево. Мне очень нравится. Ну, то есть я вот специально его вам показал, потому что, ну, я как бы хейтил в последнем ролике, что типа, блин, будет какая-нибудь опять фигня, разводняк на деньги. Да, блин, стоит дорого, но реально красиво. Вот мне нравится. Напишите в комментариях, что вы думаете, нравится ли вам. И вообще, что считаете, может быть, взять премиум или взять такую версию. Конечно, вот мне такая больше нравится, потому что уникальный такой арт на поле. Специальные даже, видите, красные вставочки специально используются. Красный, черный. То есть все прям сделано круто в гамме. Поэтому, блин, ну класс, нравится, нравится. Красиво сделано, молодцы. То есть как бы, хоть я их и хейтил, но сделали классно. Прям вот вообще тип-топ. Ладно. Значит, стерн-пин был понятно. Посмотрели. Давайте смотреть джорси-джек, потому что, блин, реально не смотрел. Хочется очень посмотреть и как-то прокомментировать. Ну вот, реально там краем глаза что-то видел. Но вот прямо, чтобы всматриваться в поле, в дизайн, нет. Решил оставить это все на попозже, снять ролик. И чтобы у меня первое впечатление было вот такое вот настоящее. Ладно, давайте смотреть. Теперь Элтона Джона от Джерси-джек пин был. Его проектировал Стив Ричи. Он работал в стерн-пин был. И после этого, там у них, видимо, какие-то там свои дела были. Он ушел в Джерси-джек. То есть у него последний релиз был, тоже музыкальный пин был. Это был Лед Зеппелин от стерн-пин был. Если честно, получилась полная шляпа. Никому его не рекомендую. Ну, Лед Зеппелин крутая группа, но пин был полностью провальный. И то ли он устал, то ли что-то случилось. Может, какое-то недопонимание было. Короче, его схантили в Джерси-джек, и он там прекрасно себя чувствует. Вот посмотрим, что он сейчас сделал. Давайте смотреть вместе с вами. Погнали! Вау! Дым! Все в дыму. Пять, четыре, три, два. О, да! Ты смотришь, блин, блин? К фильмам такие трейлеры не делают. Ой, ну слушайте, ну стилео! Блин! Уже хочется! Уже хочется купить. Слушайте, там рояль такой затюненный. Вау! Топпер вообще очень зачетный. Очень зачетный. Он еще светится, я так понял. Блин, там реверсивный флиппер в обратную сторону, который бьет, что ли? Или это лог такой странный? Сколько денег они потратили на съемки такого ролика? Я просто не представляю. Я просто не представляю. Слушайте, ну круто. Я вот прям, я прям смотрю, и я как человек, который снимает ролики, я прекрасно понимаю, сколько времени было потрачено на то, чтобы сделать такой ролик. Это же просто можно с ума сойти, потому что, ну это огромное количество трудозатрат. То есть вам надо построить сцену, вам надо пригласить актеров, костюмеров, загримировать. Там кран летает, снимает это все. Блин, это же просто там десятки тысяч долларов просто снять вот такое промо. Да, мы вот с вами посмотрели сейчас промо от Стерна, где просто показали так пинбол, и тут просто какой-то ядрить, колотить блокбастер. Выглядит очень круто, вот прям с первого раза. Я не к тому, что я не хейчу ни в коем случае. Пинбол от Стерна классный, у них классный геймплей. От Джерси Джека тоже классный, и тут надо смотреть, кому что нравится. Но вот в плане презентации продукта, это прямо пушка. Выглядит очень круто. Давайте еще раз посмотрим. Я уже буду останавливать и вот смотреть какие-то детали. Потому что я все не успел, я просто тут охреневал от того, как это классно снято. Опять же, костюмы подобрать, дым запустить, но это все очень много затрат, чтобы снять такого уровня ролик. Так, тут ничего не видно. Ну, планжер прикольный, это, я так понимаю, коллектор с эдишн, здесь будет планжер в виде звезды. Круто, стилево сделано. Так, смотрим. Ага, значит, что у нас есть. Вот этот рояль, в котором локаются шарики, на нем прикольная такая подсвет, лента какая-то гибкая сделана, да, на ней какие-то подсказки будут или что-то всплывать. Ну, круто, прям, это вот такого я еще не видел. То есть гибкой такой ленты не использовал в спинболах. Подсветка такая уже была, но тоже прикольно сделано. Спиннеры два, дроп-таргеты по центру. Девка вот эта крутится, да, типа Элтон Джон сидит. По-моему, кстати, головой умеет вращать, насколько я успел посмотреть. Крокодил. Так, ладно, давайте дальше смотреть. Да, вот. А, так он еще и на рояль нажимает. То есть, прикиньте, он там еще и на рояль жмет. Или это пианино? Напишите в комментариях, кто знает, что это, пианино или рояль. Так, ракета тут какая-то есть. Что тут еще? Блин, ну, тут много всяких заморочек. Очень похоже на варку рампу, как в Стартреке. Такая, которая сзади. Да, здесь локуются шарики внутри рояля. И, наверное, потом начинается мультибол. Так, что внизу? Внизу один инлейн, один аутлейн. Слева, справа. Ну, тут все стандартно, слингшоты. Шарик запускается через такую варформу, как в Стартреке Next Generation. Так, 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 так. Так, вы там будете выбирать треки. Блин, ну, дизайн у Collector's Edition прямо такой модный. Какая-то резинка странная, не такая. Они же обычно полукруглые, а тут прямо с одной стороны я такой сделан. Ну, ладно. Стендап. Да, если что, у нас там еще есть. Да, девчонка эта крутится. Так, тут я ничего не успею рассмотреть. Так, ага. А, нет, это не реверсивный, это правый флиппер. Ну, похоже очень, как на Стартреке. Тоже, типа, как на варпрампу закидывать. Что тут еще такого интересного? Здесь как-то выбивается. Здесь дроп-таргет стоит. Так, что у нас тут можно рассмотреть? Да, вот они, шарики блокируются. Там они выбиваются потом в флоб бампера. Блин, ну топпер вообще очень зачетный. То есть там два видеоэкрана, там стоит шар, который проецирует, я так понимаю, на потолок какую-то там фигню. И, наверное, этот суперстар еще собирается, по буквам отдельно подсвечивается. Очень, конечно, круто. Так, ага, ага. Ну, это понятно. Это дроп-таргет справа сразу. Так, тут что? Просто вот это мне непонятно было. Они с другой стороны сняли. Выглядит, как будто это какой-то реверсивный клиппер. На самом деле, просто вверх ногами перевернули. А, то есть ты, типа, в ракету заряжаешь шарики, и они там гуляются. А, прикольно, она там слетает, короче. Так, куда он там улетает? Что это за вообще? Блин, ну классно, классно выглядит. То есть тут прямо игрушек много всяких на поле, и рояль этот классный с Селтоном Джоном. Рокодил Мультибол. А, да, написано вот Platinum Edition, Collector Edition. Ну, все понятно. Классно. Вау! Слушайте, ну, выглядит прямо вообще бомба. И, блин, и Эльвира клёво выглядит, прямо стилёво. И новый Элтон Джон выглядит тоже круто. Причём как и Platinum Edition, так и Collector Edition. Вот. Не знаю, в чём разница. Я думаю, надо будет глянуть ещё, в чём там суть-то. Почему они разные? То есть они, типа, визуально только отличаются, или на поле тоже какие-то штучки-дрючки есть. Ух, слушайте, ну, трейлер очень такой, прямо бомбический. Аж прямо и купить сразу-то хочется. В общем, пишите в комментариях, что думаете по поводу Эльвиры, что думаете по поводу Элтон Джона, какой вам понравился, какой не понравился, и почему. И давайте уже как-то проявляйте активность, подписывайтесь на канал, потому что уже второй год я веду канал, и ещё даже тысячи подписчиков не собрали. Ну, надо как-то исправлять эту несправедливость. В общем, с вами был Фуза. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся на следующей неделе. В эти выходные уже не буду ничего делать. На следующей неделе, я думаю, поиграем с вами стрим. Я надеюсь, наведу порядок всё-таки, в конце концов, уже в мастерской. И мы с вами поиграем в какой-нибудь пинбольчик. Так что жду всех в следующее воскресенье. И не забывайте, кстати, подписываться на наш Телеграм, ВКонтакте, потому что там иногда тоже всякие анонсики новостей проскакивают. Всё. Всем спасибо. Пока.